Добрый день! Сегодня мы поговорим о такой важной теме как кликорневой объем. И именно сегодня мы покажем самый легкий способ как же его сделать. Для того чтобы сделать его быстро и легко вам понадобится маленькая пловечка кофре. На данный момент мы будем пользоваться пловечкой кофре и дуре. Для работы вам понадобится такой гребешок. Он очень хорошо разделяет волосы. Для начала надо снять верхний слой. После того как вы отделили верхний слой, необходимо отделить маленькую прядку и непосредственно возле корня провести плойкой. Отделять полосы следует очень тоненькими прядками. Чем тотше ваши прядки, тем лучше будет эффект. Эту часть головы мы сделали плойкой юре. Как видим, эффект не очень. У нее очень маленькие зубчики. Это непрофессиональная плойка достаточно бюджетного уровня. С одной часть мы попробуем сделать плойкой тиков уже более дорогого сегмента и профессионального назначения. И посмотрим какой будет эффект от нее. Эффект от этой плойки намного ярче выраженный. Волна намного больше. С этой стороны мы видим эффект от плойки тика. Видите, более лучший эффект выходит. Волны здесь больше. И эффект подъема все-таки у корней побольше. С этой стороны посмотрим волну от плойки юре. Как видите, волна намного меньше. И эффект подъемного тоже меньше. Поэтому, когда вы выбираете себе плойку, следует обратить внимание на свой тип волос. У нашей модели тип волос тоненький, поэтому ей лучше более объемная. Плойка больше глубже зубцами. После того, как вы пошли по волосам всем утюгом, необходимо их расчесать. Это придаст больше эффекта объема. Продолжение следует... Продолжение следует...